Мы переходим, если не ошибаюсь, к нашему последнему стартапу на сегодня. Да, это Арик Аквердян с его проектом vcv.ru. Это супергерой, суперчеловечище. Добрый вечер, добрый вечер. Он не только развивает стартап, он еще и на радио что-то делает потрясающе. Об этом ты расскажешь. О, братья-армяне, сразу слышу. Немного всего еще другого, да. Добрый вечер, меня зовут Арик Аквердян, я представляю компанию vcv.ru, сервис видеоотбора кандидатов. И перед тем, как рассказать про суть нашего проекта, хочу спросить, если вы когда-либо занимались подбором персонала, вспомните, сколько собеседований вы могли бы закончить после первых пяти минут общения с кандидатом. Вы можете пока находиться в этом вопросе. Я расскажу, что такое vcv. vcv – это инструмент digital собеседования, digital interview, как говорится, сейчас это модно в Америке. Это B2B-продукт, который работает по системе подписки SAS. Мы появились в 2010 году, в 2013 году перешли от формата видеорезюме, B2C-формата, формат B2B сервиса видеоинтервью. Суть следующая. Если часто меня спрашивают, чем отличается vcv от скайпа, сразу скажу, чтобы все ответы снять. vcv – это система, где рекрутер задает в системе вопросы, устанавливает время на прочтение вопроса и время на ответ и отправляет ссылку к кандидату. Кандидат получает эту ссылку на телефоне или на компьютере, записывает свои ответы, у него ограничено время, например, минута, и, ответив, допустим, на семь вопросов, это записанное видео возвращается обратно рекрутеру, и рекрутер принимает решение, надо ли этого кандидата звать на личную встречу или не надо. Соответственно, vcv не заменяет личные встречи. Это инструмент такого пресс-селекшена кандидата, чтобы понять, надо ли этого кандидата звать на личную встречу. Мы вышли на самоокупаемость в январе 2015 года. По сей день, уже больше полутора лет, мы находимся на самоокупаемости и вкладываем все деньги, которые мы зарабатываем на свое собственное развитие. Мы работаем практически со всеми крупнейшими компаниями и корпорациями на рынке. Сбербанк недавно выступал, в прошлой неделе, в пятницу, на большой конференции HeadHunter и HR-технологий, показывал слайд, что использует vcv в отборе своих сотрудников. Мы вместе с Beeline на этой же конференции выступали и рассказывали, как Beeline отбирает теперь по-современному и модному людей, используя диджитал-технологии. В проект вложено больше 75 миллионов рублей на момент сейчас. У нас есть частный инвестор, есть фонд, который в нас сложился. Мы сейчас ищем порядка 20 миллионов рублей, порядка 2 миллионов в месяц. Это для масштабирования и с технической точки зрения, и с маркетинговой точки зрения. И если говорить про рынок, мы были первыми на российском рынке, кто эту технологию придумал, создал, развил и подготовил спрос. Сейчас появилось еще две компании, которые в этом году появились на рынке и, в принципе, тоже развивают рынок, что хорошо. На американском рынке эта технология очень давно известна, популярна. Я там много раз ездил уже в Америку, исследовал. Очень активно развивается HR-технология там. В августе нас заметил Forbes и написал статью про нас о том, что такая технология есть, что такая компания есть. И если говорить про команду, я отвечаю за общее развитие компании, продажи, маркетинга и так далее. И Андрей Иванников, наш CTO, который отвечает за всю техническую составляющую. Собственно, все. Можно найти меня на Facebook, можно найти меня здесь, можно писать мне смс-ки в WhatsApp. Спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!